Лобня встала под знамя победы. Путь к победе в красках и подробностях проследила наш корреспондент Елена Козлова. И словно в страшном сне встают картины, блокада, голод, битва под Москвой и блеск штыков, и спины, 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 идущие в снегу на смертный бой. Безмерен дух, в нем высший смысл природы. Унизишь и не укротишь уже. Великий дух великого народа. Стеной встал на последнем рубеже. Культурно-патриотический проект «Знамя победы 2015-2020», посвященный 75-летию Великой Победы, стартовал в Москве на Поклонной горе в феврале 2015 года. Среди первых 100 городов, которым была передана эстафета, безусловно, стали и города Подмосковья. В канун празднования 75-летия Победной битвы под Москвой, выездная выставка, посвященная Великой Отечественной войне, открылась в Лобнинской художественной галерее. Мы в художественной галерее сегодня открываем совместный проект «Знамя победы» при поддержке Международной академии культуры и искусства, Союза художников России, Союза художников Подмосковья, Щелковская художественная галерея. Проект всероссийский, он стартовал в Дмитрском Кремле. Мы совместно уже тоже принимали в июле участие с фонда, возили на выставку фронтовые зарисовки почетного гражданина нашего города Василия Васильевича Куракина. Потому что это было прям изюминкой всей выставки. Ну и на сегодняшней выставке также присутствуют фронтовые зарисовки, потому что, наверное, не в каждом фонде есть такие уникальные работы. Именно непосредственно с войны, так скажем, с того времени, с тыла. Инженеры авиаполка Сергеев и Беляев, 44-й год. Командир орудия Голенюк, 43-й год. Летчик Сергеев, 42-й год. Неизвестно, дошли ли они до победы в 45-м. А вот до 75-й годовщины победы наших войск под Москвой, благодаря Василию Куракину, дошли. В выставке представлено более 88 работ, живопись, графика, фото, 25 авторов, 11 из которых – лобнинцы. А вот то, с чем побеждали наши солдаты в этой страшной войне, представили лобнинские поисковики и лобнинский архивариус. Советские каски, штыки, гильзы, отдельный, самый дорогой стенд с солдатскими медальонами. Они назывались вообще-то пеналы, а правильное название – ЛОС, личный опознавательный знак. Это то, как менялась система идентификации в Красной армии. Вот те самые, здесь представлены и похоронка, и красноармейская книжка, и вот тот самый черный пенальчик. Такая заветная находка всех поисковиков, потому что, может быть, там есть бланк, и можно будет опознать ранее считавшись пропавшим в бизнесе неизвестным бойцам. Самый дальний зал полностью посвящен уникальным фотокадрам, сделанным пленным Дмитрием Алехиным в Хемеровском лагере труда, куда Алехин попал как пленный в 1942 году. Сначала его, как и всех, отправили добывать труду, но когда узнали, что он профессиональный фотограф, перераспределили в лагерную фотолабораторию. Здесь в рамках Мюнхенского договора для документации в профиле анфас снимали пленных французов и бельгийцев. Учет русским пленным не велся вовсе, хотя ежедневно их уничтожали десятками. Дмитрий Алехин не был фотографом, его взяли разводить реактивы, но одну пленку Дмитрий Александрович все же отснял. Получив неожиданно неограниченную свободу передвижения по лагерю, советский арестант понял, что это никакой не лагерь труда, а самый настоящий лагерь смертников. Поняв, что и его конец здесь предопределен, он просто взял фотоаппарат и, спрятав его под одеждой, сделал шаг, как он считал, навстречу своей смерти. Затем второй, третий, кадр за кадром, он снимал хронологию убийства тысяч людей от момента их прибытия в лагерь до полного истощения и смерти в одной для всех братской могиле. Снял он на добычу руды, ради которой, собственно, и замышлялся этот лагерь. Только это была не просто руда, это было чистое золото. И добывалось оно не из земли, а вырывалось прямо вместе с зубами у трупов пленных. И не по личному хотению, а по настоятельному велению самого Гитлера. Если бы эсэсовцы увидали бы эту картину, они бы, блин, его живьем зарыли. Не то, что там расстреляли, а живьем зарыли. И он ходил, снимал все эти безобразия. Вот когда пленку сделал, он такую железную коробочку сделал, закрыл там все, и их заложил в этот самый, как он называется, где похоронная команда хоронила советских солдат, ну или российских солдат. И когда он это самое захоронил, думаю, здесь живой не буду, все равно раскапываю, там смотреть будете, все равно найдете этот ящик. Ну, оказался он жив. Оказался, он раскопал, и он на этом фотоаппаратуре сделал фотоальбом. 29 лет хранил Дмитрий Алехин свой страшный альбом, боясь его обнародовать и вновь подвергнуться репрессиям. А перед смертью в 1974 году передал его 17-летнему соседу Юрию Курогло, к которому относился как к сыну. В 1974 году, вот уже плохое все было, он приходит, говорит, Юра, на фотоальбом. Может, нормальные дни будут, и это самое, и все-таки, ну, чтобы труд не просто прошел, а вот, потому что таких фотографий, даже вот когда проанализировали историки, и немецкие, и русские, даже на Нильбергском процессе нет. Там есть на Нильбергском процессе фотографии, но после освобождения. Сейчас же историки немецкие вообще переписывают, что русские, что в Польше довели их до кондиции, а теперь выставляют это все. А это внутри лагеря, и этот процесс показан, как уничтожался человек. Они у меня хранились, и где-то в 2005 году знакомый через моих детей, корреспондент совершенно секретный. Узнал о тех фото ужасов, и она пошла ходить по этим архивам. И досконально надо же, это же не так просто, вот то, что я рассказал, это одно, а надо досконально, какие войска, какие войска там были, вот они, вот они, где его окружили, там все она разыскала в этих самых, вот это. И вышла газета, называется «Фотокамера в аду». Так эти фотографии и были обнародованы. Они были выставлены в музее на Поклонной горе, побывали в Хемере, а в канун празднования 70-й годовщины Великой Победы Юрий Афанасьевич передал фотоальбом в администрацию Щелковского района. Дело в том, что еще в 1992 году город Хемер и подмосковная Щелково заключили договор и с тех пор являются городами-побратимами. Передвижная выставка пробудет в нашем городе вплоть до самой решающей битвы под Москвой на Лобнинском рубеже 4 декабря. А завершится культурно-патриотический проект «Знамя Победы-2015-2020» в дни празднования 75-й годовщины Великой Победы. Елена Козлова, Алексей Орлов, телекомпания «Лобня».